здравствуйте дорогие друзья с вами Олька и я сейчас буду переводить вам Барбару Нил про компресс пожалуйста делайте записи здесь очень важная информация и хотя она для очень внимательных зрителей моего канала где-то знакомая но я решила все-таки сделать это повторение потому что здесь хороший показ и что-то добавлено поэтому нельзя это пойти вниманием сегодня утром мы собрались для того чтобы поговорить о натуральных средствах и все народные средства были потеряны за последнее время и самое первое о чем я хочу помянуть это луковый компресс вы знаете как я об этом узнала мне было 25 лет мне был первый ребенок моя дочь Эмма и ей не было еще года и у нее развилась инфекция ушная и люди мне говорили не делай ничего сама она может оглохнуть но мы должны принимать решение не из страха ведь они мне так как говорили они меня пугали люди если ты сама будешь играть с ее ухом она оглохнет и мне стало страшно и я ничего не знала абсолютно кто-то ничего не знала и конечно пошла к доктору из страха а нам нужно принимать решение по факту чтобы мы факты узнавали и потом принимали решение и так шесть недель спустя и несколько курсов антибиотиков спустя к ней инфекция опять вернулась и я пришла к врачу и сказала у нее опять болит ухо что надо делать и он не стал выписывать рецепт на следующий курс антибиотика и для меня это уже не имел никакого смысла и я ему сказала но она она была уже столько долго на антибиотиках ей же это не помогло и я задачила врача и он сказал хорошо я отправлю тебя к специалисту ухо-горло-носу и я когда привела свою девочку к нему он сказал ой да у нее зубки режутся и поскольку рот связан через евстафиевы трубы с ушами с носом ну вот потому это случилось и конечно это меня научил и когда уже следующий ребенок родился пит и у него была уж на инфекции я уже не повела его к врачу а побежала к своей пожилой соседке спросила а что ваша мама делала когда у вас ухо болела и она сказала она испекала лук и я прибежала домой взяла луковицу испекла ее разрезала пополам завернула в тряпочку приложила к уху моего сына и он тут же заснул и проспал 23 часа что это мне сказала он получил облегчение а когда он под не проснулся он уже не плакал он был просто счастлив и я ему не дала никакие антибиотики только вот приложила испеченный лук и я конечно была не уверена тогда помогла ему или нет я повела его к врачу просто попросила посмотрите на его уши у него все в порядке и он проверил его ухо ска которому я прикладывал лук и сказал замечательно никакой инфекции чистое ухо и я это было мое первое соприкосновение с миром натурального я завела себе книжку с буковками знаете как телефонную и под буквой и написала инфекция ушная и так мы берем луковицу вопросы зала это должен быть красный лук она сказал нет любой лук любая луковица любой сорт луковицы это просто мне дали здесь луковицу красную и вы должны его испечь или на пару или же в духовке и разрежьте его пополам но у меня он конечно не испеченный ну мы просто демонстрируем но мы должны понимать это должен быть испеченный лук и берете потом ложечку и выжимаете сок луковый в холодную ложку и ложка его остудит и можно залить в ухо или через пипеточку залить в ухо больное затем берете большой кусочек ткани и заворачиваете этот испеченный горячий лук в эту тряпочку и у меня помощник джереми и он очень терпеливый и я думаю что он переживет этот опыт и так горячий рук сначала проверяем рукой как бы тестируем чтобы не обжигала через ткани затем берем кусок пластика это можно мешочек целлофановый или же взять пищевую пленку отмотать кусочек свернуть в квадрат и пластик нужен для того чтобы удерживать тепло лука чтобы лук оставался теплым долгие часы соединяем с луком и прикладываем лук больному уху прямо сверху и затем можно взять бинт и обмотать голову запах закрепить этот компресс на ушки можно также надеть шерстяную шапочку особенности нас с ушками это может удерживать если у джереми действительно болело бы ухо то это принесло ему много облегчения и можно положить на мягкую подушку и будет от тепло от подушки и также уходушка будет хранить тепло и им будет очень приятно больному ушку большое облегчение лук вытягиватель и он абсорбирует всякие яды гной и все подобное что может образоваться при инфекции уха в частности если бы у джереми была инфекция на другой стороне от барабанной перепонки то и организм проделал бы маленькую дырочку в этой барабанной перепонки чтобы гной стал выходить и если организм это делает то нет проблемы потому что организм может также и заживить эту дырочку когда инфекция вся выходит и еще при одном условии можете употреблять этот компресс к примеру у джереми чирик соскочил на руке мы точно также испекаем луковицу пластик и заматываем прикрепляем конечно лук нужно оставлять на долгое время пластик будет этому способствовать ну когда лук остынет тогда снимаете и так лук можно использовать также и в сыром введении обязательно испеченным и обычно он будет применяться для затуманенной грудной клетки если допустим нос у вас забит грудная клетка забита кашель нарезаете луковицу мелко и помещаем в пластиковый пакет нужно чтобы ребенок конечно имел свои ступни свободными от носок носков и обуви и я видела результаты этого компресса много раз однажды я посещала свою дочь и у нее был тогда сын трехлетнем возрасте я приехал он кашлял он кашлял и кашлял и никак не мог успокоиться и я сказала так надо делать к компрессы и вот так мы сделали подними ножку вы перейти просто в мешок насыпаете нарезанный лук и конечно стараться чтобы лук был на ступне заматываете мешок и надеваете носочек носочек будет удерживать это на месте вы делать будете это на обоих ступнях на таком компрессе не очень комфортно ходить поэтому это нужно делать перед сном чтобы спать просто с этим и когда я это сделал со своим внуком это было просто невероятно как только мы поместили лук на его ступни он прекратил кашлять и за всю ночь ни разу не кашлянул если забит нос точно такое же вы сделаете компресс если головная боль особенно если она связана с гриппом допустим вы тоже можете привязать вот так лук целлофановом пакете на ночь и поспать также из сырого лука можно делать луковый сироп для этого нам нужно нарезать также лук и взять маленькую баночку насыпаем лук в баночку примерно сантиметр высотой и берем чан вернее столовую ложку меда и заливаем этим медом слой и так делаем до самого верха перемежая слои лука и меда через час-полтора вы увидите как начинает формироваться сироп вы можете держать лук в сиропе до до 20 до 24 часов то есть до суток затем процедите и уже храните в холодильнике просто сироп если хотите вы можете в эту баночку добавить натертого имбиря или же пару зубочков чеснока это по вашему желанию лук оказывает очень хорошее влияние на проблемы в респираторном тракте просто невероятное какое влияние он оказывает мед сам по себе прилипчивый и густой но в сиропе он таким уже перестает быть он будет как водичка можно использовать густой мед то есть которые уже не стекает вот так меня спрашивали как долго такой сироп хранится в холодильнике в моей семье с моими детьми он долго не хранится но мне одна женщина сказала на лекции что у нее этот сироп в холодильнике восемь лет хранится то есть очень долго может храниться когда нужно вы можно его применять применять его нужно в зависимости от возраста вот смотрите то есть когда заполнили до верха перевернули поставили пусть постоит несколько минут на столешнице потом перевернете опять так вот по дозам три раза в день любому возрасту но дозы разные младенцу несколько капелек такого сиропа ребенку ну от четверти до до пол чайной ложки зависимости также от возраста взрослый человек чайная ложка и все по три раза в день если у кого-то у ребенка или взрослого очень плохой кашель вечером тяжелый то не надо кормить слишком много супчик максимум и очень легко легко чтобы еда была легкой тогда не будет кашлять через ночь и лучше вот к ногам лук привязать и удать луковый сироп и можно кое-что еще сделать другое чуть попозже вы это услышите а а теперь мы взглянем на следующие овощи на чеснок это родственник лука но недавнее исследование показало что чеснок в 6 раз сильнее антибиотика тетрациклина и конечно чтобы применять его как лекарство нужно применять где-то 3-4 зубчика мелко-мелко порубленного с водой но не каждый человек может такую дозу принять особенно если у человека язва желудка и тогда можно если вы готовите суп положить порубленный чеснок в таком количестве свой суп и чтобы он там недолго варился и потом по и поедите горячий суп и будет очень та же самая польза хорошая польза она показывает большую в зубок чеснока китайского и говорит что такое я не применяю обычно я беру помельче чем мельче до зубок чеснока тему больше в нем медицинских свойств мы конечно будем опять представлять что у джерем и проблема какая-то до маленькие дети не будут конечно вам принимать чеснок но вот младенцам если особенно простуды какая-то у ребенка тогда нужно взять кусочек тряпочки и нарезать дольку чеснока на дольки просто на тонкие дольки нарезать и натирать не нужно потому что и натертый чеснок выделяет слишком много сока который организм не может утилизировать а вот от таких долек они будут организм будет получать сок чеснока в виде капелек и это гораздо лучше кладем нарезанные дольки зубчика чеснока вот так на руку на естественно на ткань и переворачиваем ткань сверху получаем такой квадратик просто в один слой получается отделять будет дольки от кожи и опять же мы будем применять их на обеих ступнях где-то ближе там в общем где-то где середина прикладывать и заматывать заматывать сверху и надеваем носочек то же самое повторим на другой ступне конечно лучше это делать опять же перед сном если это маленький ребенок все это будет удерживать на месте через несколько минут обычно начинает идти запах чеснока изо рта то при дыхании где бы ни была проблема голова грудная клетка допустим простуда то какая-то то капельки сока чеснока кровь принесет в то место где проблема потому что это растение сок этого растения приносится крови туда где нужда нужда для этого допустим к носу или голове или грудной клетки и чтобы туда это пришло надо привязывать к ступням чеснок вот так можно также и днем применять дети если бегают ходят или бегают то они таким образом выжимают больше сока из этих долек и приносится больше пользы и их организму и когда потом снимаешь носок то эти дольки они сухие такие цвет изменившийся очень сухие потому что весь сок из них выходит ну вот то есть на маленьких детей для маленьких детей чеснок в таком виде попадет взрослый человек может принять через рот порубленный чеснок с водой следующий компресс это касторовый компресс его можно на разные части тела накладывать для разных целей касторовое масло проникает очень глубоко по сравнению с другими маслами и куда она достигает там она разбивает всякие образования шишки все что могло вырасти и вам не нужно внутри вас и и вы берете опять же старенькую простынь или майку не выкидывайте никогда это во много сложений сложили в несколько сложений и налили касторовое масло и я заранее это делаю потому что мне нужно где-то полчаса чтобы масло впиталось ткань потому что если сразу будете накладывать она просто сбежит с ткани то есть это будет только гряну как касси измажет и толку не будет так куда же мы будем прикладывать касторовое масло допустим вам нужно разбить костную шпору если у вас она появилась три года назад значит потребуется три месяца чтобы полностью ее разбить если она появилась у вас три недели на вернее три месяца назад тогда три года назад четыре месяца будем разбивать если три месяца назад появилась будем разбивать три недели и в библии сказано что господь дал травы для служения людям и вообще костная шпора это естественное образование кальциевое и касторовое масло очень хорошо его разбивает также его нужен может быть использована для или от катаракт конечно не каждый может закапать каплю касторового масла в глаза но очень легко взять просто на пальчик и помазать эту каплю нас по своему веку очень хорошо будет для ресниц и также через века впитается в глаз одна женщина мне сказал что она так делала шесть месяцев потом пришла к доктору доктор и по глазам свою не поверил потому что катаракта стала намного меньше вы можете также накладывать на область живота если у вас запоры хорошо все разобьет все эти массы и если раздраженный кишечник тоже может помочь можно накладывать на грудь также при той же самой простуде и там допустим воспаление легких или еще что-то бронхит или же на область живота но надо чтобы она была на мышцы ниже пупка там будем прикладывать и конечно нужно накрывать всегда пластиком что пластик делает но конечно чтобы масло не растекалась на одежду и также не охлаждает компресс потому что быстро остывает будет неприятно в старые времена применяли кусок шелка или шерсти привязывали касторовый пакет но мы сейчас пластик и чем угодно как как удобно на том месте темы привяжите нужно оставлять этот компресс на пять часов по крайней мере можно даже больше некоторые люди целый день носят или до спят с ним я недавно разговаривала со своей вернее женщина из австралии северной и она мне сказала что она прикладывала этот компресс для своей опухоли в груди и у нее за месяц касторовые пакеты разбили опухоль уменьшили вернее на один сантиметр и если при раке груди можно просто меньшего размера тряпочку и ее можно положить бюстгальтер например если это женщина и бывает за такое долгое ношение касторка вся впитывается и тогда нужно добавлять масло поливать снять добавить масло потом опять наложить вот так каждый день вопросы зала поможет ли касторовое масло при сухих глазах да да и кое-что еще другое может помочь это есть рецепт чая из двух трав первое это пол чайной ложки травки под названием айбрайт то есть яркие глаза я не знаю русского название извините но если я найду я подпишу под роликом пол чайной ложечки золотого корня у золотого корня есть прозвище король тоника золотой корень можно использовать при инфекции ухо если воспалились и кишки то есть же кишечник воспалился но в данном случае мы эту траву какие-то больные глаза сухие глаза усталые глаза и вот вы берете и по пол чашки этих трав заливаете горячей водой чашкой водой посидеть 10 минут то есть подержать 10 минут с накрытым и потом процедить можно купить такую небольшую ванночку для промывки глаз она обычно также продается вместе с какими-то медицинскими средствами для глаз но можно просто сохранить эту ванночку наливать туда этот чай и промывать свои глаза вопросы зала можно ли использовать касторовое масло при грыжи скорее всего нет потому что на самом деле вам нужна операция что такое грыжа 2 мышцы разорвалась и когда каждый раз когда вы смеетесь ходите в туалет напрягаетесь она расходится операция очень простая они соединяют два края этой мышцы и сшивают простая операция и она более будет эффективна при таком нарушении здоровья и вот этот чай для промывки глаз пару раз в день и потом касторовое масло на веки намазывать и это очень будет помогать при сухости глаз и другим небольшим нарушением следующий вопрос может знали его применять при шрамах после операции например да да она разобьет любые шрамы разобьет раз сосет и будет ровненькая кожа мне люди также говорили имеющие рак кожи что они также накладывали касторку на эти опухоли также можно применять после черной целебной мази мы очень часто применяем это у нас на курорте и немножко совсем его нужно для того чтобы наложить на опухоль и вы знаете картина не очень приятная после того когда полежит этот это средство на опухоли на место становится красным очень ну то есть вы видите как особенно когда вот рак вы видите реакцию там может быть и гной в общем очень неприятная картина но обычно любая даже операции которые доктора делаю это тоже некрасиво выглядит так ведь самое прекрасное в этом черном целебном креме что он прямо идет до самых корней опухоли и работает с этими клетками он убивает эти кратковые клетки а вот после этого можно накладывать касторовое масло можно ли это купить в магазине такой крем нет вы не можете фармацевтические компании запрещают это у нас на курорте вместе маунтин мы продаем но хотя на нашем веб-сайте интернет на мы его не продаем если вы к нам приедете мы вам можете дать маленькую баночку она не дешевая малюсенькая такая 100 долларов но но вы знаете вы используете тоже его по чуть-чуть маленькое количество и он очень эффективный очень сильный крем буквально размером с маленькая семечка как кунжутная семечка вот такого размера намазывать это надо вообще можно найти рецепт как его сделать самим на интернете может быть я этим займусь не знаю а если найду я вам дам конечно но по большому счету продажа просто его запрещена была одна леди которая его продавала под этикеткой что это не для употребления для людей только для собак она делала это некоторое время но и и и и ей запретили то есть и она уже теперь это не продает потому что они тебя преследуют через суд а вообще крем чудесные два месяца и опухоли нету ну а теперь рецепт бомбы от гриппа и любое вообще нарушение работы респираторной системы не только грипп конечно кашель сопли потекли грубо говоря насморк да вы берете дольку чеснока опять же делаем коррекцию на ребенка для ребенка скажем возраста джереми сколько там лет шесть-семь я бы взяла бы пол зубчика чеснока а для самой себя для взрослого человека я взяла бы целый зубочек конечно опять же мелкого сорта чеснока и вы можете его раздавить и разрезать на мелко или наделить на мелкой терке затем четверть чайной ложки натертого корня имбиря очень мелко натертого также следующее это одна чай вернее одна капля масло эвкалиптового или масло чайного дерева или услышали да затем каенский перец опять же для джереми я взяла бы на кончике чайной ложки а для себя пол чайной ложки бы я положила каенского перца затем сок 1 лимона следующая одна чайная ложка меда и добавляйте все к этому горячую воду вскипяченую чтобы заварить что делает это бомба она облегчит все симптомы которые вы на этот момент испытываете пить его нужно этот чай три раза в день вкус у него не из лучших надо сказать но это очень эффективное средство три раза в день и если вы допустим легко кушаете на ночь как я советую вам какую-то чашку супчика выпить жидкого протертого значит сначала выпить и вот эту бомбу от гриппа а потом супчиком заешьте и тогда она все вместе хорошо пройдет привяжите также лук натертый к ступням выпить еще может быть немножко сиропа лукового и будете хорошо спать очень хорошо к третьему дню приема такой бомбы вы уже будете стоять на ногах себя чувствовать просто приказа прекрасно к сожалению время мои отпущенные моим телефоном на видео закончилась поэтому пожалуйста ждите второй части продолжение тут еще хорошие такой у нас кусочек видите остался поставьте пальчик вверх комментарий репост ваша ну как-то отметьте что вам это понравилось и конечно сделайте записи всего вам доброго до свидания